В праздники эпидограничений станет меньше. Такое решение было принято на заседании штаба по профилактике коронавируса в Ненецком округе. В частности, послабления коснутся спортивных соревнований и работы развлекательных учреждений в ночное время. Члены штаба обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию и отменили норму о приостановлении проведения зрелищно-развлекательных мероприятий, работы ночных клубов и иных аналогичных объектов, оказания услуг общественного питания в ночное время с 23.00 до 6 утра. Вход в заведение по-прежнему возможен только по предъявлению QR-кода. В целом, статистика внушает оптимизм, что мы на верном пути и что есть уверенность, появляется уверенность, что мы наконец одолеем этот ковид, даже если придет какой-то новый штаб. Во-первых, мы довольно хорошо вакцинировались, а если посчитать с переболевшими, Ольга Васильевна, то мы с вами, наверное, впереди планеты всей. На сегодняшний день в Ненецком округе на лечении с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровней референс, находится 125 человек. Еще у пяти пациентов коронавирус подтвержден результатами исследованием методом ИФА. В целом на лечении в регионе находится 130 человек. Из них стационарное лечение получают 28 человек. Амбулаторное – 102. На учете в управлении Роспотребнадзора состоит 892 человека, близко контактировавших с заболевшими. На сегодняшний день все медицинские организации обеспечены лекарственными препаратами. Сформирован запас с учетом праздничных дней лекарственных препаратов. По сельской местности ситуация под контролем. Что касается тестов лекарственных препаратов, также создан необходимый запас. Кроме того, принято решение исключить из перечня мероприятия, проведение которых согласовывает штаб по коронавирусу. Спортивные соревнования проводимы на лыжероллерной трассе спортивной школы Олимпийского резерва труд. Все-таки улицы, Игорь Васильевич, дети могут заниматься между собой, проводить различные виды соревнований. И лыжероллерная трасса у нас основное место. Также положительно рассмотрен вопрос об участии спортсменов, проходящих спортивную подготовку в мероприятиях за пределами округа при условии проведения ПЦР-тестирования по возвращении домой. В завершение участники штаба согласовали проведение новогодних праздничных мероприятий вне помещений. На Ринмаре, на Элеменномносе и НИСИ. Решения штаба будут внесены в постановление губернатора НАУ-81ПГ о введении режима повышенной готовности. Ольга Русул, Василий Хатанзейский, Алексей Орлов, Телеканал Север.